как обещала делаю обзор капусты со свеклой вернее обзор того что осталось значит сделали мы в субботу получается неделя неделя прошла спустя неделю съедается очень быстро посмотрите нигде уже нету белых частей все уже заквасилась хорошо в ролике кажется цвет такой неестественный как будто бы краской замазана или монтаж дело на самом деле вот это натуральный цвет такой вот сразу понятно что вот когда нарезала свекла свеклу уже было понятно какой цвет свеклы от свекла очень многое зависит на самом деле сейчас большой кусок хочу достать если остался конечно переложу в маленькую посуду и верну опять в холод если свекла есть свекла которая дает такой более фиолетовый розовый цвет есть свекла которая дает красный цвет даже борщ если добавлять больше каждый раз бывает ну цвет другой вот все зависит от свеклы хочу найти большой кусок вот смотрите везде розовая даже не розовая такой бордовая больше вот смотрите хруст такой же спустя вон сколько прошло 10 дней посмотрите как все заквасилась все хрустящее вкусное вот остальное то что осталось переложу в маленькую посуду надо вот перекладывать каждый раз вот так вот половина оставлять не стоит и все обратно в холод на две с половиной капусты где-то кило 700 который какая-то капуста была какая-то два килограмма в итоге две с половиной капусты ушло мне пять средних свеклы хороших свеклы 45 морковки вот в итоге получается две такие пятилитровые банки съедается очень быстро вот уже ничего не осталось буквально два дня и все и ничего не останется с супом идет вообще на ура с любым супом сегодня хочу сделать обзор зеленая зеленых помидор с капустой то что мы солили вот посмотрите насколько она опустилась банка была полная вот видите сверху прошла неделя сверху уже воды не осталось то та сторона которая сверху без воды не будет солиться хорошо и может испортиться нам надо сюда теперь либо пресс поставить либо доложить вот отсюда сюда сделать одну банку и переложить еще маленькую банку и получится одна с половиной а так уже она засолилась можно уже кушать сейчас выложу покажу вам вот надо чтобы вода поднималась вот поверх чтобы была вода что покрывала полностью видите здесь она опустилась то есть впиталась вода вот так вот чуть-чуть выложила сюда сейчас переложу вот столько будем сейчас кушать это доложу сюда что полностью вода покрывала там где вот силиконовой крышкой была банка она как бы воды меньше осталось чем с винтовой крышкой вот винтовая крышка хорошо зафиксировалась я ее еле открыла видите здесь воды много просто надо чуть-чуть вот доложить из как бы сделать такой груз в принципе она уже готова на 90 процентов я уже попробовала все очень вкусно капуста хрустящая соль у меня нормально получилось соль попробуйте когда уже через три часа пройдет покажется вам мало чуть доложите для нас вот нормально все это был обзор зеленых помидоров с капустой следующий обзор будет зеленых помидор зеленью вот так вот они выглядят очень вкусно и очень красиво и так соленые зеленые помидоры с зеленью такая же ситуация как зеленые помидоры с капустой посмотрите видите жидкости стало меньше она пропиталась опустились вот помидоры опустились вниз теперь нам надо из двух вот этот маленький доложить сюда чтобы вода поднялась чуть-чуть чтобы покрывала и сверху положить какую-нибудь крышечку или что-нибудь яблочко чтобы опустилась она вниз когда закрываем чтобы она давила и опустилась вниз чтобы вода покрывала полностью там где вот остается сухо но она нехорошо маринуется и вкус уже будет другой чем в воде которые маринуется сейчас откроем винтовой крышкой она фиксируется видите даже звук фиксируется хорошо чем силиконовой вот видите поверх она уже как бы сухая сейчас откроем из двух сделаем одно я выложила сюда в принципе уже можно кушать а можно подождать еще немножко вот так вот вы выглядит готовом варианте соленые зеленые помидоры зеленью вкусно ароматно и сейчас вот доложу из двух в одну а то что останется мы съедим сейчас выложила как и обещала вот так вот доложила сверху и еще доложу так чтобы когда при нажатии но когда будем закрывать крышкой чтобы она поднажимала и и вниз чтобы сок оставался наверху так вот переложила закрыла плотно крышку и отправляю вот так вот опять в холод отправлю на балкон у меня там закрытый балкон холодный хочу показать вам мармелад который я сушила после джима который остался специально сохранила что позже вам показать чтобы он подсушился хорошенечко вот он вот такой вот когда я вам показывал он прилипал к пальцам потому что сегодня день прошел а сейчас вот он уже храню том же пергаменте которым сушила и в пакете в холодильнике значит это было в начале сентября а сейчас середина ноября сегодня 17 ноября вот так вот он выглядит сегодня мы его уже съедим а так можно хранить очень долго красота получается сидим сколько съедим остальное в контейнер положу закрою крышкой и опять в холодильник или можно тот же самый опять пергамент и в пакет это уже кому как удобно вот так вот видите это был обзор мармелада из сливы переходим к следующему обзору так следующий обзор у меня это вяленые помидоры вот сейчас я его открывать не буду делала я его готовила где-то в конце июля в начале августа я помню что в видео не сразу выложила вот поэтому где-то вот в конце июля а сейчас ноябрь конец ноября то есть многие сомневались как она там продержится в холодильнике держится спокойно я ее буду открывать перед новым годом сделаю салат на новый год и вам покажу и рецепт то есть можно в любой салат добавлять любые спагетти кстати с ними очень вкусные получаются вот почему я сейчас хочу его показать во первых то что она продержалась многие сомневались во вторых почему я масло доливала доверху и говорила вам чтобы вы тоже так делали смотрите вот видите сколько он впитался если делать впритык помидоры то масло практически сверху не останется они должны храниться как бы полностью в масле во первых так она будет помягче не подсохнет и хранится так лучше вот смотрите сколько а я доливала прям аж до верху вот почему я еще делаю так вот масло побольше да вот это масло она потом очень ароматное в салат который вот добавляйте вяленые помидоры не нужно делать и какой-нибудь другой соус просто заливаем вот этим вот маслом ароматным и получается изумительный салат или в какой-то любое другое блюдо в любой другой салат вот это масло используйте то есть получается очень вкусно вот это масло ни в коем случае после того как вы использовали помидоры не выливайте это открою я декабре и покажу вам еще раз когда буду делать салат ну а на этом у меня обзоры все надеюсь вам все понравилось надеюсь я ответила на все ваши вопросы вот всем спасибо всем пока пока